приветствую продолжаю работы с теми бритвами которые я в прошлом видео вам показывал то начало которое то есть уже перетерпела там еще некоторые обработки плюс протравка протравка была я вам скажу очень хлопотной потому что сталь не закалена дамасской стали начинает нормально так резко травиться с 60 единиц и выше поэтому было проблематично дальше решил сделать как-то многие говорят роговые оправы но это не роговые будут это не из рога если правильно сказать это будут из кости кость африканского буйвола дальше у меня есть вот такие вот вещи это рог уже в ликанского буйвола и который будет в качестве клина дальше что дальше давайте посмотрим что у нас принципе получилось вот этот оставил я вот с такой протравой но хорошо видно такой темный будет вот с таким вот рисунком с царапистой крепко царапистой вот этой вот насечкой если честно мне некогда вообще заниматься я просто реально сейчас сложился и свою работу я реально теряю сейчас деньги потом буду гнать нагонять с клинками там это другое уже с ножами но решил пока доделать бритвы вот с таким вот он звучанием музыкальный вот тут вот так вот пара травка вышла она есть то есть все хорошо но она такая какая тут не такая незрачной что ли из-за того что твердость меньше 60 значительно слушаем не менее музыкальная и вот эта бритвка также протравлена вот так вот как бы блекла слегка как бы все видно но на видео мне кажется я не вижу вот эти зметочки смотрю я нифига не вижу это протравки без мониторчик она прямо есть есть на прям такая вполне но вот эту бритву я покрыл тонким слоем мыши пробы золото то есть что получается по стер и золото осталось в нижних частях протравы то есть как раз куда попадает влага тут и все чтобы она в общем была полу нержавеющий так сказать то есть нижних частях частях протравы золото 999 пробы каждый имеет свой голос все поющие вот такие вот оправы дальше что с оправами не стандартно извините за грязные руки прямо поперек работы так как бы все снимаю потому что больше не хватает времени вот как я их сделал в этот раз я обычно на стану станочно у меня происходило шлифовка полировка станочная сегодня она у меня ручная почему потому что станочная полировка сюда вкрапление делает и кость имеет такие темные вкрапления она нам надо она нам не надо поэтому вот такой вот финишировал наждачкой вручную все это сделал сейчас буду переходить к тому моменту что я буду сейчас разбирать оправы и буду опять проверять прямолинейность плоскостей изнутри там также буду сейчас шлифовать полировать все также вручную и далее буду уже делать примерку сборку подгонку заточку в общем тут еще да еще столько еще делов пока по бритву все что еще у меня примеру да кстати поступают предложение с прошлого видео отправить кому-то там куда-то бритвы на тест протесте давали мы протестим как эта бритва будет работать ребят во первых я не мать не мать тереза мать ее так сказать этого раз во вторых если бы я пример производил хотя бы тысячу штук и одну-две бритвы бы отправил на тест мне кажется было бы разумно когда я произвожу три бритвы в полгода то есть да уже как бы звучит странно это раз во вторых стоимость вот такой бритвы как самый дешманской немецкой который сейчас наводил то есть примерно допустим до 18 тысяч округлено где-то она будет стоить примерно мне кажется уже больше но ненамного то есть 18 с чем-то будет стоить так вот думаю на скидочку дорого да дорого то есть немецкую бритву когда берут люди вот прям не глядя за те же 18 тысяч в магазине то с пластмассовой ручкой которые два раза больше чем сам клинок как будто она чужая плюс она кривая то есть топорная работа вообще в хлам мягкие эти лезвия то есть там не то что там 40 единиц как вот тут в среднем там двадцатка и то есть почему-то никто не спрашивает у них потестить все просто берут и тестит кому это надо да вот а я должен сейчас вот здесь сделать и раздать по миру на эти ребята тесте я как-нибудь может следующей жизни еще раз делаю нет мужики те кто знает мои работы не понаслышке те знают что представляют из себя мои работы да мои работы не всегда идеальны они бывают с погрешностями как и мы все так и я не идеален сам по себе как человек и поэтому и мои работы не всегда идеальны но часто встречаются в моих работах идеальные варианты и об этом тоже многие знают из тех кто не на слуху а на деле взял протестил прочувствовал вот так вот поэтому никаких подарков не будет извините конечно меня потому что у меня себестоимость вот такой бритвы такова что если я пример даже кому-то делаю скидку в тысячу рублей я просто отдаю свою прибыль и то есть стоимость работы все я просто дарю человеку и отдаю ее как говорится потом почем взял вот так вот можно сказать если проще а если я делаю скидку более тысячи то я еще просто вынимаю из кармана хлебных денег и отдаю этому человеку поэтому у меня настроение ну то есть вот заниматься подарками 0 я их повешу пускай висят если даже их там никто не купит я не расстроюсь ни разу потому что это не то на чем я зарабатываю и мне по барабану если даже я не доживу до тех дней когда их пример купят я ними останутся то и пускай не лучше в музее где-нибудь зависнут чем я ее просто так возьму эту выбор шу вот можешь так назвать да взять и выбросить то есть немцы пример вот они не дают потестить вот я хочу у них бритву примеру там я видал 120 тысяч товарищи буржуи дайте бритвку на потестить вот как-то так это звучит стрёмно да то есть вот мой адрес почему-то это не стрёмно и даже пусть она хоть 20 она стоит то мне еще за это как бы прилетает что я жадный человек что я там туда-сюда цены гну ребят 120 немец в таком исполнении 120 давайте от этого давайте тогда я по дешевке развешу по 80 тогда я наверное буду досмотреться как-то более адекватно от в свете вот этих вот именитых личностей то есть ну как бы я вам объяснил то есть у меня нет никакой там не обидки там не злобы там вот если может так подумал по этому поводу но хочется знаете чего хотелось вернее уже уже не хочется храя ранее не хотелось чтобы вот эти варианты приносили легкую прибыль которую бы я мог вкладывать опять в эти же работы свои и раз пускай по чуть-чуть по чуть-чуть но развивать то есть развивать любимое дело но это не прокатило к сожалению и в общем я с грустью в душе как бы принципе отошел то от этих дел и вот просто вот немного немного вот этот вот сейчас свое желание поработать с бритвами успокою как водится и опять примусь за работы те работы которые там востребованы которые просто надо ломить десятками сотнями и просто тупо на них зарабатывать это вот это примеру вот все все в общем не в том веке я занялся вот этими делами но как не в том веке я принципе вообще изначально работал чисто для себя и знакомых вот дело бритвы а потом с какой-то дурной головы пролетело что давай миру покажем давай там много может кто мечтает может думает о моих работах там а я тут сижу в глуши никто обо мне не знает о моих работах тоже там туда-сюда и бла-бла-бла ну я как-то дело клюнул и принципе ничего страшного да многие узнали мои работы многие заценили многие влили грязью то есть все как положено все как надо я об этом не жалею даже не жалею то что у меня вложено сюда столько денег что я мог бы сейчас себе купить примерно эти деньги полтора раф 4 полной комплектации рестайлинг вот как то так поэтому поэтому продолжаем работу хватит тут базарить ладно мне что-то прямо не терпится когда их сделаю уже я просто вижу что до конца пути далеко то есть не вижу пока свет в конце тоннеля но ладно перекур затянулся надо идти работать иначе у меня тут еще висят тут гора заказов вот вот этих вот я опять же повторяюсь вот этих гора заказов просто немереные на меня одного валится и мне надо все это успеть людей не подвести поэтому сейчас продолжаю работать бритвами чтобы продвинуть конкретно продвинуть этот момент вот и сказочки конец кто слушал молодец а результат на лицо готовы готовые три варианта вот у меня сегодня было задание такое носом для самого себя то есть сделать именно сегодня и никогда еще либо потому что у меня реально нет на это времени и как я примерно прикидываю что как минимум еще полгода я не возьмусь за бритвы как минимум вот и дальше это все прочее ну что давайте на них взглянем еще раз повторюсь эту кость буйвола рог буйвола заточил только что не скажу чтобы они прям вообще легко легко от затачивались нет не не очень легко ну легче чем закаленная конечно легче прям чувствительно но что-то вот что-то напоминает издалека старый шейфилд начала 19 но плотность тут больше это ощущается это прям реально ощущается смотрите кто так держит у кого такой хват я вот так держу ну слава богу что я сегодня сделал это для меня было важно и самое важное давайте вот смотрите внимательно где там резко сесть нет сейчас найдем ее надеюсь есть на чуть чуть не посередине идет но потом выравнивается и заходит посередине почему потому что первым заходит эрл он выравнивает положение вот этой вот головки и то есть головка заходит ровно это вот одной бритвы такая штуковина вот это у меня за . нравилось лучше всего какая из какой давайте да посмотрим ну какая из какой я как только заходит или на как их различать а вот с верхней насечкой без там этого золота серебра и прочих ерундений ну на каждый самый тонкой тут если что так вот заточил всех быстрее всех проще всех легче заточил конечно я не на пять с плюсом а на четыре с плюсом то есть брить будет все нормально но вот так что волос прям вот то есть не касаясь еще только подходил из-за страх отлетал вот до такого состояния не заточил сразу скажу потому что мне реально этим некогда заниматься остальное все ровно идеально ну ка видать и также эрл это заходит немного раздвигает напряженные обкладки вот идет опа и как бы запирается ну в руке то же самое да и все все полностью шлифовал полировал вручную никакого установки у меня не было даже вот по клинышкам по всему даже вот вот эти вот клепочки они нас не столь скользкие не столь прям как вот обычно но это потому что все вручную опять же полировалась иначе это был бы сверх скользкость бы я на станке делал бы это все но не хотелось вот этих черных вкраплений с этой тоже повозился в досы то конечно вот ну плотность просто огромная ну просто сверх естественная плотность по тверости до шеффилд старый шеффилд с новыми не могу сравнить нет схожести где тут резко все ровненько все также зажимается эрлом эрл вот здесь верно зажимается во правах и как бы это все фиксируется никак не думал что я буду это на бегу делать если честно были у меня мысли еще какие красоту навести но кость она и так сама по себе уже подарок уже красотища и все такое и со своим какими-то там вот этими вот желто-белыми такими вот этими делами но хотелось какого-то в общем я тут хотел сделать рисунки их оттенить и как бы вообще что прям было бомбически все но но время оно такое в моем вот именно случае что непозволительно мне это сделать и поэтому вот все как-то так произошло но я как говорится сейчас сушите весла сушите камни все соберусь приберусь и завтрашнего дня опять ухожу на клинки ножей на этом все как-нибудь увидимся пока